Привет, зритель. Что-то у меня пошло не так. Я думала, что я записываю, но оно, оказывается, не писалось. Или я забыла нарвать на клавишу. Так вот, тема Мунбанка у нас сегодня... Сейчас завтрак. Хоть я и ем суп. Он не совсем суп. Тема Мунбанка у нас сегодня... Как я завожу друзей? Это платный Мунбанк. Мы его оплатили. Если ты тоже хочешь, чтобы я потережила какую-нибудь тему в пределах темы своего канала и правил сообщества YouTube, то можешь тоже что-нибудь мне закинуть и сообщение на карту, допустим, подписать. Или на Натальшин Аллерс подписать, что-то хочешь. У меня тут рыбный бульон с морского языка. Не поверю, зритель. Морской язык даёт очень хороший бульон, такой жирненький. У меня морской язык вчера съелся вместе с кошкой. Ну, смысл, кошка вместе со мной его съела. Потом язык варился вместе с листиком лаврухи. Я процедила, добавила укропа с солью. Заготовка у меня такая. И вот тут бульон, укроп с солью, всё. Хлебцы вот такие пшеничные. Да, видимо, я тогда лоханулась и забыла нажать на клавишу записи. Так вот, у меня сейчас 38. Не знаю, сколько тебе, когда ты это будешь смотреть. Но если первые друзья находятся в садике, то с момента садика до сейчас в 99% случаев практически никого уже не помнишь, кто был с тобой в группе. Если, конечно, с ними связь не поддерживаешь. Моей первой подругой была девочка. Соседка по дому. У нас был 4-этажный дом. Тот, в котором я сейчас живу, тут другой дом. И другой район тоже. У нас был 4-этажный дом. Два подъезда. Я в первом подъезде на 4-м этаже. А она во втором подъезде на 3-м этаже. Ну, вот ещё в доме было... Ну, она меня на несколько месяцев была старше. Девочка-соседка в моём же подъезде на первом этаже на 2 года была у меня младше. Училась с моей сестрой. И девочка между мной и... Ну, я не знаю, будут они мне смотреть-то одна, что ли. Нет, я думаю, ничего не будет. Я тут имена назову, чисто их такие. Женя, я. И между Женей и мной была по возрасту девочка Настя. Она жива во втором подъезде на 1-м. Возможно, там Женя живёт уже, я не знаю. Ну, очень давно уже не общаемся. Мне кажется, я на улице, если встречу, только если мне скажут, ну, то влог так встанут, типа, может быть, я по фейсу пойму, кто это. Так вот, мы все, мне кажется, ходили в один садик. Но Настя была с нами в параллельной группе, а мы с Анькой были в своей. Так вот, с детства до садика в садик я пошла в 3,5 года. У меня была подруга Аня. Как бы, опустим негативные моменты. С кем-то я перестала общаться, потому что, ну, куда-то они уехали. Вот как-то так вот получилось. С кем-то перестала общаться. Может, они сами перестали со мной общаться или захотели не общаться. Как-то так. С кем-то просто разошлись интересы. Ну, сейчас же речь о том, где я их находила. Так вот, друзей можно найти, как друзья-соседи, да? А в доме своем многоквартирном. Ты пошел в садик. В садике можно найти друзей. Потом, как бы, друзей потом находились в школе в начальной. Так получилось, что наша группа садиковская разделилась как-то, и часть отправилась в одну школу, часть отправилась в другую школу. Но я попала в класс, где вообще никого не знала. И со мной, из нашей садиковской группы, был только один мальчик. Так вот, я помню, когда я первый раз пошла в эту, у нас, как бы, первый класс был нулевым, но он был в садике. Такой, типа, эксперимент. После нулевого был второй класс. А другой класс, он, значит, был, как бы, допустим, с первого во второй класс. Первый, второй, тридцать, четвертый. По-моему, в тот период жизни, начальная школа, какой-то период времени, где-то было три класса, а где-то было четыре. Вот у меня было четыре класса. Только с нулевого, а по второй сразу. Я помню, меня вроде как привели в этот первый класс. Ну, нулевой, да? В помещении. Ко мне там девочки подбежали. И как бы сразу все вот так вот, как-то знакомишься, и какие-то у меня там подружки были. Причем, насколько помню, за всю свою школьную жизнь, я успела подружиться, дружить в разные периоды жизни, учебы, с родными девчонками. С какими-то строго до этого, до восьмого класса у нас, точнее, после седьмого нас переформировали на биологический, гуманитарный, еще какой-то там, математический. Я в гуманитарный попала. А девочка, с которой я дружила, она попала в биологический. Но уже как-то реже видишься, меньше общаешься. Получается, школьные друзья. Была у меня одна школьная подруга. Она дружила с той же девчонкой, что я, которая ушла потом в биологический. Но она со мной попала в гуманитарный. И, в принципе, мы с ней довольно долго поддерживали связь. Она периодически прерывалась, потому что девчонка то общалась, то не общалась, то куда-то уезжала. А потом, скажем так, мы разошлись в интересах. Ну, как бы ты растешь, интересы меняются. Уже эти хлебцы долго жили. Не нашли себя в этом супе. Блин. Ходишь в музыкалку. Ну, в веселых носках мне, по-моему, не сказать, чтобы она была мне подругой, но она меня подзначивала. Мы пели в хоре, а потом меня или меня вместе с ней выставляли за дверь, потому что мы взрывали урок. Веселые носки я послала где-то 3,5 года. И девушка была у меня, ну, как бы, ну, прилично так ставься. Это на 5 или 6. На тот момент все равно это как бы большую разницу чувствуешь, когда вот, если в какой-то дополнительном учебном заведении. Там была музыкалка. Музыкалке я тоже с кем-то дружила. И туда же ходила моя однокласска. С которой мы как раз в приличное время общались. Девчонкой, которая послала потом биологически, мы крайне редко видимся, но она меня всегда познает. Ну, и, соответственно, поздороваемся. Насколько помню, она вышла замуж, у нее, по-моему, двое детей. Была еще одна девочка, с которой я дружила в садике, но она стала учиться в параллели. Она жила в доме напротив. Как бы во дворе тоже можно встретить друзей. Если детей много, и более-менее. Были какие-то девчонки, которые приехали в Цветочин намного раньше, чем моя подружка из второго подъезда. Или, допустим, уж совсем намного раньше, чем я сюда. Как-то с механкой все цветочнее едут. Изначально я вообще хотела прозрачную чашку налить, чтобы было видно, что я тут пью. Так вот, мы с ней дружили, когда были в садике, и жили просто потому, что дворы рядом, все дома. Еще одна девочка была. Они между собой дружили. У нас как вот наш дом, такой квадратик, через заборчик, эти, как в сарайке. И дом перпендикулярно моему, там была девочка, с которой мы до сих пор как бы общаемся, она, наверное, на уровне знакомой уже, потому что я ее крайне редко вижу. Она училась потом со мной в параллели. Мне кажется, она, я не знаю, доучилась она до девятого или нет, но после школы резко она так уже работала там, то почтальоном, то еще кем-то. Она как раз училась в параллели с той девчонкой, которая жила в доме напротив. с которой я, по-моему, вплоть до 2010-го общалась, строго так. И не сказать, что у нас уже к тому времени были супер общие интересы. Ну, как бы я гадала на картах по ее просьбе, допустим. Нам примерно одна музыка может нравилась в какие-то периоды. надо же ходила со мной на какие-то лиц леды. Как бы поддерживала меня в моих хобби. надо было еще бульончиком. Может быть, я хотела хлебушка. Нет, тут еще есть что-то с чаем. У меня там еще творогухи с чаем, которые на осень. Так вот, сначала ты находишь друзей в своем подъезде либо во дворе. Потом ты находишь друзей в садике. Круто, когда со всеми ими через год поддерживаешь связь. Что-то тут у меня повылезало. Вот напрягает, когда оно вылезает, когда я снимаю с телефона, через телефон, через телефон, точнее, управляю. Короче, сначала во дворе либо в подъезде, в доме. Потом в детском саду ты находишь друзей. Потом ты находишь друзей в школе. Если хочешь дополнительное учебное заведение, как вот я в веселой носке, то тоже можешь найти каких-то друзей. Я знаю эту девчонку, я думаю, не уверена, что она помнит до сих пор, что мы с ней в веселых носках познакомились. Но был период жизни, когда я общалась хорошо с ее мамой, потому что ходила в лето, а она там была как бы заглавной, ее мама. Потом находишь друзей в музыкалке после веселых ноток. Был один период, когда я год ходила в музыкалку в тот же нулевой класс, потому что там на тот момент 7 лет только брали. Я в 6 лет ходила параллельно в веселые нотки и в музыкалку, как бы на подготовительную, чтобы потом пойти. в музыкалке тоже находишь каких-то друзей. Девчонка, которая, по-моему, живет, не знаю, как сейчас, жила в этом доме, когда сюда переехала, и моя как бы соседка сверху, внезапно оказалось, что она отсюда, и мы с ней ходили вместе в эту музыкалку. Я не знаю, училась она со мной в школе или нет. Потом можно было найти друзей через своих друзей, когда друзья переезжали в другой район. Допустим, вот подруга детства, она переехала в этот район, с кем-то тут подружилась, стала учиться в другой школе, у нее там какие-то одноклассницы были, которые иногда получалось так, что мы гуляли, я, она, ее одноклассница, и в итоге я дружила уже с ее одноклассницей попутно. Крайне редко на улице вижу, но когда вижу, мы здороваемся. Можно сказать, что она уже в разряд знакомых перешла. Потом, что там школа, да, друзья? Потом, какие еще, где еще можно друзей найти? Когда пошла после школы в ПЕД, правда, там такая ситуация была, но мы не к этой теме, так что можно просто опустить, а там полгода не потому, что я не хотела, а потому, что так вот получилось, не проучилась, а мне какое-то время были подружки там. Правда, это очень короткий период жизни, когда ты сваливаешь, вот есть друзья, которые просто друзья, и одноклассники. С одноклассниками ты дружишь, пока учишься, дальше уже как-то дороги очень сильно расходятся. Можно было найти друзей, когда я, значит, я тут это, махнула рукой, мне на телефоне отразило, там сзади что-то прошло, окошко уже свалило, вроде как привидение. Короче, была там в одной компании этих, типа байкеров, там тоже можно, в принципе, найти друзей, но, да, так получилось, что в принципе, я думаю, что это я думала, что они мои друзья. Ну, да, ладно, короче, может мы просто друг друга не... Так, поняли, кто тут лазает постоянно? И это самое, короче, в какую-то тусовку ты заходишь, правда, меня туда привела тоже как бы подруга в эту тусовку, и я параллельно ходила еще в клуб по интересам литературная гостиная. Там я нашла себе подругу, с которой мы до сих пор общаемся, правда, она уехала на другой конец России, и крайне редко мы сейчас общаемся чисто по сети, последний раз видели в 16-м году, но мы общаемся. В принципе, она подруга, я считаю. Потом, друзья, если ваши родители дружат с какой-то семьей, в которой есть дети, вы тоже общаетесь. В самом-самом конкретном детстве у меня были какие-то друзья-мальчики. Одного, не помню вообще, как зовут, он был другом ребенка, семей, с которой общалась моя семья, а другой, у нас фамилия на одну букву отличалась, но и другого я не помню, как зовут. Но мне кажется, они, если и помнят, что их родители когда-то общались с моими родителями, то или это тот уровень, когда, ой, я лучше постесняюсь, что я с ней общался, у меня есть просто черно-белые фотки, я как-то разбиралась и нашла, думаю, блин, а это кто такие? ааа, я в детстве с ними общалась, либо просто уже не помнят, потому что я про это вспомнила только благодаря тому, что открыла свой детский альбом и там вот эти фоточки. Если ваши родители с семьей, допустим, мой отец работал на часовом заводе на тот момент, а мама библиотеки, и вот те люди, видимо, тоже работали на часовом заводе, и как-то вот они общаются, обычно родители же, взрослые люди с ними, детей, общаются между собой, и потом, соответственно, ходят друг к другу семейно в гости, и дети тоже как бы дружат. Либо дружба проходит через года, либо она как-то вот развелись, развалилась, всё, и кирдык. Потом, если у ваших родителей есть друзья детства или такие друзья, которые там по школе, по учёбе были, и у них есть дети, вы с ними общаетесь тоже, и хочешь не хочешь, дружишь. Но по большей части как бы дети сразу находят общий язык, соответственно, потом друзьями остаются. Есть дети, которые, ой, мне невыгодно с тобой общаться, но у нас же сейчас не про эта тема. Из всех вот этих детей, в общем, друзья моей мамы, да, из всех из них, вот этих детей, друзей моей мамы, я общаюсь только с одним человеком сейчас до сих пор, вот, наверное, 4 года у меня младше, и вот до сих пор мы общаемся. Мы редко видимся, но мы друзья, я считаю. Я с её мамой общаюсь, мы друзья, и как бы я общаюсь с ней, я называюсь друзья семейные. Потом, где ещё друзей можно найти? В общем, летом можно найти было друзей. Когда с летом ездишь со слётом на литературное мероприятие в другой город, там тоже можно с кем-то познакомиться и найти друзей. Правда, у меня из тех друзей уже никто, как бы мы не общаемся. По какой причине отвалилось? в некоторых смыслах это были такие образные ТКН, которые там были. С некоторыми было весело общаться. в общем, там можно найти друзей. Если общие интересы не меняются, то эта дружба как бы поддерживается, продолжается, ездит, встречается и так далее. Они приезжали ко мне, я к ним приезжала. Потом я поперлась в кулек. Из кулька у меня друзей вообще вот до сегодняшнего момента не осталось. Девчонка, с которой мы очень дружили, но она до третьего курса не дожила. Ну, в смысле, она ушла после второго курса. Я тут говорю, но не ем, да? Сейчас я тут уберу, да? И достану. У меня тут гора посуды со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня. Вчера у меня как-то было низ руки. Я говорю, но меня не видно. У меня тут есть запеканочка творожная, которую я освояла на основе несостоявшегося десерта, который я нашла на кукпеде. Ну, бывает такое, 99% из 100 на кукпеде рецептов, как непонятно, что. Непонятно, зачем они написаны и какой пяткой. Тут у меня я решила, раз уж я встала в раннище и пытаюсь сегодня даже через силу дожить до вечера, не ложась спать посередине дня, порошок гаораны целая чайная ложка. Он, правда, до конца не размешался, показалось. Там он еще осадочек, но я его сейчас размешаю. Хорошо, гора. так вот, в кульке у меня была девочка, с которой мы дружили, потом оказалось, что она встречалась с двоюродным братом девчонки, с которой я познакомилась на свадьбе своей знакомой, своей тогдашней подружки, которая дружила еще с моей троюродной сестрой, и которую я привела в тусовку, на тот момент я уже год там не тусила, но привела туда в поисках мужа. Сложно, да? Так вот, девчонку, ну, потом уже узнала от Аньки, так вот получилось, что Натаха мне показывала фотки, и Анька мне показывала фотки, и что-то разговаривали, и вдруг выяснилось, что девушка его брата на тот момент, ну, была у нее девушка его брата, оказалась той самой девчонкой, с которой я училась в кульке. Моя одна из сестер ездила в одно учебное заведение и жила в квартире у бабушки, которая была бабушкой вот этой девчонки, которая училась со мной в кульке. Нет, это не такая Нат. Так вот, спустя какое-то время мы даже общались с ней, иногда перезванивались, там, она вышла замуж, потом развелась, потом снова вышла замуж, и она мне вдруг пишет ВКонтакте, и весь смысл был в том, что она посмотрела на мои фотки, узнала, что куда-то езжу, наверное, у меня дофига денег, взяла у меня в долг и слияла. Но у нас были общие интересы. Я помню, я очень много рисовала за шоколадку, за просто так, за лекцию, если у меня была мигрень, меня отпускали в общагу, я уходила в общагу сколько сессии, ну, посередине дня я могла уйти, потому что мне стало плохо, меня препод отпускает, а лекцию я потом списываю а в отметке за то, что я списала лекцию, я делаю какой-то рисунок человеку. Так вот, там было очень много знакомых, интересных, вообще очень много людей было интересно в Кульке, и там, во большей части я ознакомилась, потому что Наташка стеснялась, она видела какую-то девочку и говорила, слушай, я хочу с ней познакомиться, давай ты с ней познакомишься, а потом позовешь меня. Ну, как-то, я с одной стороны, вот, люди не подходят, у меня, короче, есть один знакомый из Литвы, который мне очень давно сказал, что я реагирую на людей, особенно на мужиков, когда они хотят со мной познакомиться, у меня вид такой, ну, что вы на меня докопались, а? И вот у меня, с одной стороны, бывает, что я вообще не хочу ни с кем контактировать, а с какой-то стороны мне довольно легко найти общий язык с любым совершенно человеком. Если кто не пробовал гуарану, то она очень похожа на морковь, которая такая зиму отслежала, сырая морковь. Так что, я думаю, при случае можно почитать про свойства сырой моркови, отслежавшей зимой, вообще сырой моркови, если у неё там какой-нибудь подрядчик эффект, и лопать морковь вместо гуараны. Так же, как у меня потом будет, сегодня ещё планирую записать видео съесть или выкинуть, там, по-моему, всё-таки будет этот пакетик плодов молотых ба-баба, и вот ба-баб похож на красную смородину, можно, в общем, послушать красную смородину, и будет то же самое. Так вот, в Кольке очень много друзей было. На тот момент получилось так, что общалась ещё с одной девчонкой из нашей же библиотечной группы, ну, по возрасту плюс-минус, там две подходили. Натаха была меня старше на пару лет, но когда я её встретила, мне казалось, что я ощущала себя шестнадцатилетней, а ей думала лет пятнадцать, причём я думала, что ей реально пятнадцать лет, а она была у меня два года старше. И девчонка ещё одна была у меня на год старше, и она меня познакомила, она тусила с толкинистами, она познакомила меня с толкинистами, и я с кем-то из них вот, ну, как-то недолго, но общалась, и тоже какие-то друзья завелись. Хотя, мне кажется, я сейчас вообще никого из них не вспомню, так как она горькая, то надо её всё-таки запивать, хотя у меня там ещё заварен чай геманця, китайский, что на удивление довольно такой достойный от Ти-Тести. Ещё у меня тут суперфуд, я же две с лишним недели уже не ем бразильские орехи, не потому что у меня их нет, а потому что, ну, когда случился гастрит, как бы нежелательно их было есть, я даже ела протёртые с мёдом, типа урбеч из бразильского ореха, который я самоделала в Беломиксе, но поняла, что мне сейчас его как-то тяжеловато, он слишком жирный. Тут у нас уже вещи из семян конопли, причём неочищенных, он на зубах хрустит, и там я мёда туда положила, снег с крыши третий день позад. Так вот, потом после кулька у меня был пет, душистого культурология. Давайте свалишь отсюда. Ложка упала. Я тебе пообещала тураган, он тут очень слишком сладкий. Кошка, я тебе сейчас комнату унесу. Иди на балконе погуляй. Я снова съесть. Потому что, если она на балконе погуляет, повтыкает вахну, это менее опасно, чем она тут мне разнесёт банку с мёдом или ещё что-нибудь. Надо закрыть, что-то холодно. там хоть чёлочка была. У меня ещё тут есть хурма. Я думала съесть одну хурму ещё. У меня платочек был чистенький. Сейчас будет грязненький. Так вот, после этого был ещё как бы... А, да, я ходила ещё попутно в Дом Творчества. Но там, в принципе, я ни с кем не общалась, потому что это был такой период, когда до ДТП и после ДТП приходила поиграть на пение. Ну, позаниматься. Так, я сейчас расскажу свою краткую биографию. Мест бытия. Можно найти друзей, если вы едете с какой-нибудь турфирмой. Одним, совсем одним. По крайней мере, пока едете в автобусе, вы можете... Если автобусная экскурсия, вы можете познакомиться с человеком, и так как вы оба едете с определённой целью в определённое место, потусить, посмотреть, что как, на экскурсию, то можете вместе в свободное время с этим человеком ходить, где-то общаться как-то, заходить в какую-то кафешку, просто вот, ну, потусить просто. Если повезёт, вы обменяетесь адресами, телефонами, и, может, ещё куда-то вместе сидите, может, просто будете поддерживать связь. Мне, к сожалению, или, к счастью, не знаю, не получилось повторно с этими же девчонками куда-либо съездить. В принципе, я с ними и не общаюсь, а с одной мы просто как-то упустили момент обменяться телефонами, но, может быть, просто она не хотела, ну, а я как-то прослопочила момент. И с одной девчонкой я познакомилась, когда жила в... Ну, с девчонками познакомилась, когда жила в общаге в Кульке Анастаси. У меня тут Олешки. Я про нее забыла. Внутри Олешки. Так вот, с девчонкой, с которой я жила в общаге, в Кульке, а потом я... Она оказалась старшей сеткой другой девчонки, с которой я потом жила в общаге, в Кульке. И очень долго мы ещё как-то в социальных сетях, ну, друг друга в днём рождения поздравляли. Нас было тогда трое было, как бы я и ещё две девчонки. Но у другой у неё не было ни интернета, тогда она жила в деревне. Рано вышла замуж, у неё было двое детей. И связь была если только по письмам, бумажным. Но как-то у меня это всё впоследствии куда-то потерялось, я не нашла её адрес, несколько раз пыталась в социальной сети найти. Но есть люди просто, которым это неинтересно. Вот эти все интернет-общения. в итоге я её не нашла. Там же познакомилась, они как бы все втвоём учились, они обе на режиссуре, а один на хараон. Мы как бы жили с ними двумя в общаге. Одна была из Рыбинска, другая где-то из-под Углича подальше, между Мышкиным и Некаузом, что-то такое. А он был чисто местный из Ерика. И он был как бы музыкант пластилинового него. Я не знаю, он вообще существует как-то. Нет, мы довольно долго общались с ним, но как бы скажем так, человек открылся немножко с другой стороны и связь прервалась. Он какое-то время встречался с одной моей подругой, которая привела меня в одну компанию этих типа багеров, где я полгода потусила и потом со скуки свалила. Как бы с лету у меня какие-то связи тоже остались. Люди, которые со мной то общались, то не общались. Но на данный момент я как бы ничего не пишу, мне это неинтересно и соответственно даже говорить с ними особо не о чем. Ну разве что привет пока. Даже как дела меня вообще разрешают. Знаете, меня так напрягает, когда есть люди, которые меня смотрят и периодически пишут мне в риску ВКонтакте и спрашивают как дела. Думаю, блин, ты ж меня смотришь. Ну посмотри видео. Нахин спрашивает про как дела. Хотя есть люди, которые мне задают вопрос как дела, потому что они ждут этого вопроса. ибо по какой-то причине не могут сами мне рассказать про свои дела. Далекая так вот в Педе у меня я общалась с женщиной, которая меня на 15 лет саша. Ну не ощущался этот вопрос, кстати, просто назвала ее Люба. И по-моему я после как раз выпускного все поперлись на выпускной бухарь и ресторан, а мы в 4-ом посидели в кафе и поперлись по домам. Ну в смысле я поехала с двумя они у меня была из Тутаева, другая из-под Тутаева Константиновская. Я в Константиновском у нее потом как бы ночевала и мы ну такая экскурсия была по Константиновскому. А перед этим еще по-какту про Тутаева. Но она была очень сильно навы с интернетом и какое-то время мы с ней в скайпе общались так иногда на мыло она мне иногда писала. Такой человек который может на несколько лет пропасть а потом появиться. И это все нормально. И я ее как-то нашла чисто интереса ради в одноклассниках. Не стала писать чисто глянула как у нее дела. Ну что жевала здоровая все нормально. А в другое она была меня на пару месяцев младше в смысле старше даже как она с ноября. Ну месяца на три где-то старше она мне была. Ровесница скажем так. И мы с ней в принципе не то чтобы супер так общаемся. Общались переострировали. Она ко мне ездила пару раз я у нее не была. Только с того момента когда на выпускной ездили. Как бы когда вспоминаю что у нее было день рождения и вот день рождения я ее поздравляю. Вот так мы с ней общаемся. Иногда я просто пишу на мыло что про нее вспомнил типа как у тебя дела. В каком-то плане средь поддерживается. На протяжении шестеря в принципе мы дружили так сказать. Вместе ходили по книжным магазинам после лекции или еще как-то. Если до автобуса было время так где-то шандарахались опять же по книжным магазинам. потом когда я недолго пару лет подряд летом по два месяца работала в библиотеке в библиотеке я встречала людей с которыми я общалась до сих пор с некоторыми общаюсь но с кем-то просто здрасте на улице когда-то ходила в гости стабильно у меня еще когда на Яндекс собили Яндекс фотки у меня там был альбом под названием Аристократ из Московки Помоев я была у нее дома у нее было очень интересно так дома она говорит по фоткам я так все я помню поздно писала какой-то на тифолетнике с этими фотками там очень такая интересная квартира была обставлен в смысле в том как связь интерес вроде как был она стихи писала я вроде тоже но как-то оно разошлось немножко во мнениях еще девушка была она работала на тот момент с моей сестрой одной из в одном учреждении где я во время сессии срабашила штатником мы очень редко видимся я потом тоже ушла из этой организации так же как моя дедушка я не знаю ли он работает но год назад по-моему я встретила на улице и мы так с ней мне был ее домашний телефон он был тоже мой домашний но так как я уже здесь живую домашнего телефона у меня еще на механке несколько лет тоже, как бы он отключен был. А её телефон, ну, получилось так, что я просто потеряла, как бы сотовые меняются, докнут. Записала в какую-то записнушку, куда-то она очень видное место эту записнушку положила. Однажды разберусь, возможно, найду и увижу этот номер. Где я там ещё была? После педа такое обустошение было, не знаешь, чем заняться, куда тебя деть, как вообще, потому что, с одной стороны, я туда попёрлась, а потому что мне сказали, вот, закончишь вышку, мы тебя возьмём на работу, с другой стороны, на работу меня не взяли, потому что ну, как бы изначально хотели обломать, ну, чё это-то тут? Ну, может, изначально, то просто сменился директорское договорение, куда меня хотели дать на работу, сказав, получи вышку. И я попёрлась от нечего делать, потому что попросили, потому что иногда периодически помогала, потрачила по собственному желанию, альтруистическому в организации мероприятий, заведение, которое уже, как бы, есть только на бумаге, в театр книги про библиотеки. И какие-то люди там могли бы быть друзьями. Да, и оттуда, да, там, оттуда я нашла совершенно, как бы, я в детстве любила общаться со взрослыми, то ли потому что я была суперумным ребёнком, то ли взрослые были супертупыми, ну, как хотите, так подумайте, то ли просто им было интересно со мной. Так вот, я нашла там человека, который оказался классной руководительницей, одной из маминых подруг. И она, ну, соответственно, меня она прилично старше, и если мы с ней встречаемся, мы, как бы, обмениваемся, там, приветствиями, как дела, или что-то в этом роде. А тогда мы довольно, как бы, с ней виделись, там, и были, так, ну, как бы, общались, может быть, что мы были друзьями. И на данный момент, не считая той подруги, той дочки маминой подруги, вот её уберём, да, у меня сейчас ровно две подруги. Одна меня старше на пять лет, мы с ней познакомились, где мы с ней познакомились? Можно, кстати, познакомить, найти друзей по переписке в каком-нибудь сайте литературном, если вы выкладываете какие-то тексты, вас читают, вы друг друга читаете, и внезапно как-то общаться начинаете, да. У меня там были какие-то друзья-партни, но мы с ними перестали общаться по разным причинам, давить было это и хрен бы с ними. Как бы, можно найти друзей на какой-нибудь блок-площадке, если вы ведёте какой-нибудь дневник, более-менее открытый. И вас читают, вы можете там полазать случайно, читаете, и так вот как-то знакомитесь. Из таких вот сетевых друзей я ногой случайно штатив задела. Видеть какие у меня длинные ноги. У меня есть Глеба Майцев, мы с ним познакомились, причём благодаря моей друзей он написал мне в 20-х числах ноября 2008 года ВКонтакте, у меня тогда ещё подружка была. А как мы с ней познакомились? А! Я когда-то выписывала журнал Дарк Сити, был такой музыкальный журнал про всякий тяжёлый металл. Я тащилась от всякой такой музыки, я периодически от неё тащусь, учитывая саундтреки в аниме, которые мне нравятся, стало жарко. Наверное, стоит кушку выпустить. Короче, написал мне Глеба Майцев, у меня подружка тогда была, мы с ней познакомились через журнал. Я в какой-то году а, так, через Дарк Сити я нашла себе как бы друга. Он думал, что он мой парень, а мне он рожей не вышел. И получилось так, что у нас тогда была какая-то более-менее на 90% девчачья компания, по большей части, из моего возраста плюс-минус девчонок, и вроде одного парня. Они были как бы в параллели со мной учились, или как-то так. Я одна была одноклассницей моей сестры. Если не будешь хулиганить, то сиди. В итоге мне так зашла гуарана, что я пью гуарану. Жду, когда она совсем растворится. Ну и, в общем, я как бы увидела объяву какого-то чувака из другой части углича и письмом письменным написала. Потом мы созвонились, а как-то общались-общались так. Потом перестали общаться. Но суть такая, что он меня сподобил написать в этот самый Дарк Сити. Ну, он сапоржать меня сподобил. Ну, чтоб с меня сапоржать. Как потом выяснилось. А я взяла и написала. И там все такие металлические, да? А Лёля такая во всем розовом и сиренево-фиолетово. А саживание металлическом. И оставила свою электронную почту, которую у меня на тот момент сделали к концу 2004 года. Это iForeversobakojah.ru ничего как бы сверхрекретного. И эта девчонка мне туда написала. А я только через год увидела, потому что эту почту не проверяла. Компьютера у меня на тот момент еще не было. Я ее проверяла только, когда с другой одноименной девчонкой общалась. Та девчонка создала мне эту почту, потому что я общалась с девчонкой, с которой познакомилась у двери библиотеки на часовом заводе. Ну, я пришла к библиотеке чуть-чуть раньше, чем она открыта. Был такой момент, что там библиотека еще при маме такой момент. Такие моменты были. У меня мама была библиотекаром, что там могли уйти на обед или могли закрыться раньше, или открыться позже. Я пришла, библиотека закрыта. Там еще какая-то девочка стоит. Я с книжкой, она с книжкой. Мы что-то разговаривали, состали друзьями. На тот момент. Пару или тройку лет мы общались, а так строго. Нами я познакомилась с интернетом. Она тогда сидела на каких-то замшелых форумах в 2002 году. Наверное, были какие-то непонятные форумы. И что-то там писала. Потом она переехала, но оставила мне свой имейл. И сказала, пусть тебе кто-нибудь сделает тоже имейл. Мне сделали имейл, показали, как это делается. Я с ней общалась. Точнее, я диктовала, а человек печатал. И вот эта девчонка написала, увидев объяву с фоточкой меня в этом журнале, написала, мне намыла. Я через год его проверила, сидя в редакции местной газеты, общаясь с человеком, который был, ну, как бы в лито тоже. Ну, тут что-то заговорили, я говорю, у меня, говорю, есть мыло. Я говорю, даже Лугины порой не знаю. Она зашла, мы проверили это письмо. Ну, там письмо оказывается. Там номер телефона, я как-то в библиотеке работала. И я из библиотеки позвонила ей. Родители сказали, значит, ей передали, что звонила я, и какой телефон. Она перезвонила меня, я не могла подойти. Потом она еще раз перезвонила, и мы как-то стали общаться. Какой там, шестой год? Шестой, седьмой, восьмой. Ну, где-то три с половиной года мы общались, потому что она свалила на поможем работу в Москве. Не знаю, где она сейчас. Ну, короче, как-то перестали общаться, связь оборвалась. Так вот, друзей, можно найти еще по какой-нибудь такой переписке. Случайной. И как оказалось, меня с ней знакомила моя подружка тогдашняя. Где-то в конце девяностых. И она меня узнала чисто по фотке. Меня с ней познакомили, но мне в одно ухо влетело, в другое не застряло. Да, подружка, с которой мы познакомились в больнице, когда мне делали операцию по остановке зрения. До этого я лет в девять первый раз попала на долгое, месяц что ли, лежала в больнице желудком и мигренью с мамой вместе. И там была какая-то девочка Маша. Мне делали постоянно какие-то процедуры. То лампочку глотала, то желчь у меня отобрали, тоже что-то глотала, то еще какую-то хрень. И мы с ней тоже общались. Можно познакомиться в санатории с кем-нибудь. Ездила в детстве в санаторию. Мне, правда, не особо тогда понравилось. Но у нас в комнате были две девчонки, с которыми мы дружили и какое-то время даже переписывались. Я и сестра ездили. В больнице, опять же, можно с кем-то познакомиться. Потом, после этого самого... Чего у меня было после... Если вы вдруг вступаете в какую-то манго-тим-группу, в какую-нибудь команду сканлейта, то обязательно найдется кто-то, с кем будет общий язык. Когда Никитос мне стал писать и чаще ко мне обращался в общем чате ВКонтактике, у нас была флудилка и рабочая, и вот в рабочей фуфлудилке, я все думала, что ему от меня надо? Что ему от меня надо? Мы до сих пор общаемся. Мы очень хорошие друзья. Какие еще тусовки я ходила, где можно было подцепить друзей? Ну, короче, я не знаю. Я, наверное, как-то очень хорошо схожу с людьми. Если, конечно, в минусах, может, когда я не выспалась, я голодная, я хочу на воздух, я уставшая, или это все вместе, тогда мне не хочется ни с кем сходиться. Там был еще такой, как бы, под вопрос, как стать моим другом. Я не знаю, ну, в принципе, знаете, самое минимум, если есть кто-то, кто хочет вот на меня пыриться, да, смотрит мои видео, и хочет со мной познакомиться, подружиться, помимо того, что просто повтыкать и камень написать, или там лайк поставить, или донатом кинуть, или типа того. Я же так начала говорить, что у меня там две подруги остались. Я к этому перейду сейчас. Так вот, сейчас я перейду сначала к этому, чтобы закрыть ту тему. Одна подруга у меня на 10 лет старше, мы с ней как бы познакомились, наверное, в библиотеке, она работала еще с моей мамой. И мы какое-то время общались, какое-то время не общались, ну, как-то так вот, с кем-то я на тот момент ближе, больше общалась, с кем-то меньше. И я так поняла, что у меня если то было, очень много всяких разных друзей, разноформатных, и друзья, и знакомые, и просто вот какие-то между друзьями знакомые. Короче, одна на 5 лет меня старше, мы познакомились как? Я тогда общалась со Светкой, с интернетом была частично на вы, либо мне просто некогда было выходить в интернет, потому что я выходила либо с ее работы, либо от сестры своей одноклассницы, с которой мы тоже дружили, на тот момент, и Светка проводила ей кабельный интернет, ну, от своей работы, либо со Светкиной работы. И, соответственно, как бы... Надо еще залить. Как хорошо пошло-то. Если мне что-то надо было, она, значит, ну, от моего лица печатала, я ей давала дискету, а, да, у меня компьютер тогда был, но интернета еще не было, я ей давала дискету, она там скидывала, допустим, на форум эти сказки у костра, у большинства форума тогда еще был. Может, он и сейчас где-то есть, но уже не тот. В смысле не тот, вообще не тот. Да, на большинстве форума можно было найти каких-то тоже друзей. Каким-то чуваком я долго общалась, по большей части по переписке, после того, как он встретил меня в реале и что-то там подколоть решил. потом оказалось, что девчонка, с которой мы познакомились, и жена, потом стала женой, его лучшего друга, и она что-то меня пыталась свести, и даже в каком-то году она мне прислала из Москвы письмо, я еще так удивилась, и там ник там ее, был угли, что ли, или что-то в этом роде, или как-то у меня на сказках у Кострана была каким-то турликом. Я первые полчаса вникала, кто это такая вообще. Во-первых, я не вспомнила ни один ник, ни тем более, кем они у меня там были на сказках у Кострана. Можно сказать, что прототипы уже это, каких-то героев, чисто так. Если вы думаете, что-то похоже на вас, то вам показалось. Тоже вот на каких-то таких форумах можно найти, друзья. Ну, там мы просто, меня Светка потащила на разливчик, так называли встречи в реале вот этих форумчан, и я там каких-то людей с кем-то познакомилась, и с кем-то еще раз потом увидела, как бы общалась. Потом как бы друзья, общих друзей, можно так вот как-то где-то на какой-то тусовке встретились, и вот тоже какому-то, по-моему, день форума этого был, проходил в солнечном, что ли, в клубе. Я была с однокласской, встретила брата той девчонки, которая уехала в Москву, и мы с ней как-то просто переписывались, иногда перезванивались. На какое-то время еще приезжала из Москвы, и мы общались, и приходила она со своим братом ко мне, или я у них тусила в гостях, а потом уже как-то очень так резко все оборвалось общение. И вот это моя однокласска, с которой мы еще и в садике вместе были, она при этом девчонка из общего двора, которая сюда тоже потом переехала. Все приехали, практически все сюда приехали раньше меня, и, правда, ни с кем из них уже как бы связь потеряна. Правда, после этого эта девчонка переехала вообще в какой-то другой район, но суть такая же, она меня познакомила еще с какой-то девчонкой. Эта девчонка со мной потом долго тусила, но это было что-то из серии, она очень хотела со мной общаться чуть ближе, чем нужно, а я не хотела. И я от нее два месяца бегала, потому что та не понимала, что я хочу с ней общаться именно так. И потом оказалось, что это так, от которой я бегала, она стала учиться потом на дополнительном образовании с другой девчонкой, с которой я тоже дружила, но она была из нашего лета. В общем, как-то все так запутано, да? Ну и вот я, Светка мне что-то пишет, звонит или как-то говорит, что на форуме кто-то написал, что ищет человека, который его научит гадать на картах. Ты же типа, а я как раз вела тогда колонку, типа, как астрология от Киллерса, или как-то так в стихах, или там, ну, шуточная такая, писала какие-нибудь рассказики про знаки Зодиака и тому подобное. И она от моего лица, с моего аккаунта заходила, как бы такое полное доверие было. Она с моего аккаунта заходила и даже из ВКонтакта заходила, допустим, с моего аккаунта тогда, ну, пароль уже сто лет как поменялась. И писала, также прочитала про сообщение Греба, говорит, там тебе кто-то от сырости, у тебя кто-то, у тебя какой-то друг от сырости завелся. Он тогда, типа, я гугли, я, привет, с печизма, типа, того, что это и печизма, это я, типа, я загуглил это печизма, нашел это упоминание в твоей прозе про Энни, прочитал, мне очень понравилось, давай дружить. А, я с тебя зафанател, вот мы стали общаться. С Тифаретникова у меня есть друзей теперешних, с которыми до сих пор общаемся, это Миша Журавков, если интересно, его портрет есть в блогике, ссылка, кстати, в инфобоксе, в Тереге, который рисунком чисто посвящен, я недавно выкладывала, потом Глеба, ну, Глеб Мальцев, да, наверное, и все. Вообще, С Тифаретникова там с кем-то, с двумя еще пересекалась в реале, ну, плюс-минус несколько раз, и с кем-то я общалась просто чисто по сети, но они уже как бы вот так вот отвалились, а их вообще четверо, наверное, было, но не суть важно, сколько их там было, кто-то там мне общал, помогал с Ринухасом, когда я была слишком новой, потом кто-то мне помогал, когда я вообще была с компами, мне сказали, ничего не трогать, все настроено, ни сюда не лазать, и я не лазала, даже из любопытства. Тифаретник вообще такое очень уютное место, хоть там много таких для неподготовленного зрителя странных личностей, возможно, покажется. Так вот, и она написала от меня, ну, то, что там, как бы, что типа, да, вот, есть такая я, и она скинула мой номер, что ли, или как-то так, ну, и мы стали общаться, я ей сначала объясняла, как гадать на картах, потом как, потом я просто гадала на картах за мелкий прайс, она меня уговорила тогда, говорит, как это так, я не могу тебе, вот, что ты мне гадаешь, я тебе ничего, ничего в ответ не делаю. Я говорю, ну, ладно, пусть будет шоколадка. Но мне было сказано потом, ну, шоколадка или конфеты. Тогда были какие-то конфеты в коробочках, стоили примерно 50 рублей, что-то ли в этом роде. 2007 год. Или 2008, фиг знает. Я не помню, честно. Наверное, все-таки 2008, 2006, 2007, или 2008 конец, или 2008. И это самое, да, наверное, 2008 начало как раз, потому что потом я через нее познакомилась еще с девчонкой, а через эту девчонку еще с девчонкой. Они как бы втроем общались вместе с собой, я всем троим гадала. За мелкий прайс 50 рублей, потому что меня уговорили, что за это надо брать деньги. Вот она даже ко мне пришла, сказала, я, говорит, это, ну, что это одни конфеты, как это так, тебе надо, ну, хоть на телефон кидать. Ох, я помню принтер с этих погодаев и эту самую, свою первую, которая до сих пор жива, колебасу с бомбелей купила себе, типа заработала, нагадала. И третья, точнее вторая, которая была, вот там двери, она была Ира, они обе из разных, одна из где-то из Подмосковья, другая из Ростова-на-Дону, где-то из той области. Она меня сподобила на тонкий мир, типа, что это ты там, это, ну, там по большей части я гадала за спасибо, иногда там кто-то не писала, я писала на отцепись, типа, этот, сейчас скажу, 300 рублей, такая большая сумма, оказалось, это самая маленькая на тот момент, чисто у меня. И от меня отцепятся они, нет, нам понравилось, как вы там это, не зная имени, морды лица и прочих подробностей, что-то нам такое разложили, я чисто мозги расслабляла тогда. Потом, ну, и в общем, мы с ней до сих пор общаемся. И я никогда не считала её подругой. И была ещё вот как раз та, которая на 10 лет меня старше работала с моей мамой, я тоже её не считала подругой. Мы ходили к друг другу в гости, я часто у неё зависала. Однажды она с кем-то говорила по телефону и сказала, у меня в гостях подруга Лёля. Думаю, вау, так мы подруги? Уже лет 10 так общались? И, ну, как-то так получилось, что люди, которых я считала, вау, друзья, им надо дорожить, что бы про них всякую хиней не говорили, в это не верить, ну, вообще, это, с пленой у рта отстаивать их право на существование, они всё-таки радужные, белые, хорошие. И все эти радужные, белые, хорошие друзья, которыми я очень дорожила, оказались не друзья. А те, кого я воспринимала, ну, так себе, ни то, ни сё, они оказались вот реально хорошими, лучшими друзьями. Вот одна меня на 5 лет старше, а другая на 10. С одной, правда, мы крайне редко сейчас общаемся лично, ближе по ватсапу, потому что у неё там всякие такие сложные жизненные ситуации, свои какие-то проблемы, свободного времени не особо много, а другая ко мне часто ходит. заниматься на пиадинок или на обед, или просто так. Так вот, что надо, чтобы стать мне другом? Ну, минимально какая-то общая интереса. У меня как бы с детства были друзья, они между собой практически не общались, или тёрки у них были, или они просто, ну, очень диаметрально разные были. Вот у меня какие-то там интересы, я же разносторонний человек очень, у меня какие-то интересы есть, и вот эти интересы соприкасались с интересами другого человека, у нас возникала дружба. Я, допустим, смотрю аниме, если вы любите смотреть аниме, не как вот мне какой-то чувак с Мадока группы написал как-то несколько лет назад, а потом повторно ещё раз, ну, чисто как мне Никита сказал, девочек ищут. Не фанат Мадоки, а чисто вот девочку ищут. Написал с таким подкатом, что типа вот я тут весь такой, если не я, то никто, с тобой типа не затусит. Просто свободно, так спокойно, без текста такого, что я очень хочу с тобой подружиться, только не знаю, как вот, ну, подлизывание какое-то, а просто какие-то общие интересы. Вон, путешествия, велик, прогулки какие-то, не знаю, фото, видео, готовить и жрать, музыку пишете, либо музыку играете, либо, это, не знаю, ещё чё-то. Какой-то элементарный интерес, который вот есть у вас, и он есть у меня. Если вам охота вот со мной дружить, то почему бы и нет? Это довольно легко, но просто как бы общаешься, общаешься, общаешься. Был бы период жизни, когда я очень сильно параноила, потому что меня все, кому не лень, подставляли. Иногда были моменты, что у меня вообще было не с кем сходить погулять, даже вот тупо из дома выйти. Я шла до магазина, чисто, чтобы проветриться, а потом забивала и шла пешком, если был фотоаппарат уже на тот момент, от дома до Волги, что-нибудь фоткала и шла обратно. Или по лесу шарахалась с этим же фотоаппаратом, очень много всякого снимала. И когда со мной кто-то пытался общаться и дружить, и может они были вот чисто с благими намерениями, никакого подтекста и никакой подставы и так далее, в 90% случаях было то, что вот такой закрытый ежик, очень сильно параноилший. Никитосу досталось в этот момент. Немножко, немножко у меня еще тогда было парано, и очень круто, что он это все выдержал, и до сих пор со мной общаешься, и мы как бы такие вот супер-таки, ну, очень крутые лучшие друзья. И также вот у меня подруга, которая на 10 лет старше, у нее очень своеобразные юмори, я подозреваю, что у нее в жизни тоже не всегда было все гладко с общениями с людьми, и она может как-то резко пройтись, и раньше меня в какие-то моменты это бесило, обижало, а потом я как-то приняла это как должное, я поняла, что это защитная реакция, а другая, она, ну, немножко нудная, но бывает момент, что она придет чуть раньше времени в гости, и я так ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ближайшие 15 минуты она стоит улыбаться, и я про ба-бу-бу-бу-бу-бу выпущу пары, все нормально, и в общем у меня какие-то косяки, вот, ну, как бы все не идеальные, У нее какие-то косяки, но как бы это, ну нейтрально воспринимаешь это, но у каждого свои каракалы Я так надерябилась этой фигней, сейчас, наверное, около 10 утра Тут уже так посветлело, хоть у меня и верхний свет Но ощущение, будто часа 3 дня уже где-то Так-то по идее-то, надо полностью растворить чайную ложку на стакан и выпить Но она у меня что-то как-то до конца-то не растворилась, а мне еще немножко в пот бросила Ну что-то я сейчас всю гуарану хренахну, так чай этой не попью с вами И хурму, наверное, уже не скомячу, даже есть-то не хочется И вот это-то уже не хочется потом сожду Как-то почти уже такой осадок остался Был период, когда я думала, что я найду друзей на YouTube Когда мне кто-то писал и зрители, я общалась, но 90% из 100 были те, которые чисто поржать Или вот они писали, мне писали Или которые что-то присылали на обзоры, я это обозревала И общение было до того, как мне что-то послали В момент, когда это пришло И еще пару дней после того, как я это обозрела А дальше все пропадалось И я вроде как пишу человеку, а мне так очень резко Типа, что тебе от меня надо отцепить Ну, в такой грубой форме отвечали Или наоборот кидали, или просто внезапно банили А я такая наивная дура, думала, что, блин, почему? Неужели нельзя дружить с подписчиками? Ну, типа блогер и подписчик, да, почему нельзя? Я как бы совершенно открыта к общению Единственное, что бывают моменты, что вот, ну, не выспалась Ну, устала или просто неохота общаться Или были такие люди, которые они писали, 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 писали Постоянно писали, хрен знает о чем Писали о себе, кучу всего Надумывали себе о чем-то И потом я такая суперплохая становилась А я, либо у меня бывают моменты, что, ну, просто как бы Нужно отдохнуть У меня была девчачья компания Девчонка, с которой я познакомилась Благодаря девчонке, о которой два месяца бегала На каком-то металлфесте На которую приперлась туда В роли внештатного корреспондента От местной газеты написать статейку И мы с ней как бы Она была металлисткой И меня, видимо, тоже так считала Мы с ней иногда потом встречались День случайно на улице, я в Плэрио, у меня там какой-нибудь рэп Попса, индийская музыка, хрен знает что А у нее металлы, она как-то А, я думала, ты только металлистка Ну, ну, нет, все вместе И потом мы с ней внезапно встретились На юбилее моей тети В тринадцатом году А она на тот момент была учителем В школе, где моя тетя работала И так как-то мы так с ней спелись И ровно так где-то стабильно Ну, тринадцатый, четырнадцатый Почти два года мы с ней так конкретно Так, сейчас соображу Когда я в ноябре приехала из Сталина Декабрь, январь, февраль Так, значит, в марте Март, так, апрель, май, июнь, июль Август, сентябрь, октябрь, ноябрь Наверное, даже октябрь Ну, короче, чуть больше, чем полтора года Мы с ней строго так конкретно общались У нас была такая девчачья компания У нее там была какая-то подружка Девчонка, с которой она работала Ну, вместе в школе Соответственно, подружилась У девчонки была сестра Которой меня потом познакомили И я с ней долго, ну, года три назад Мы перестали с ней общаться В принципе, по ее инициативе Ну, и как бы там уже просто всплывали Такие очень странные моменты Что хорошо, что она отвалилась И вот у нас была такая девчачья компания Я, Данка, ее подружка Девчонка с ее работы Сестра этой подружки Потом какая-то общая еще их подружка Не знаю, где они с ней познакомились Подружка этой подружки Вот как-то вот так И потом они все вместе ходили Ко мне в гости Иногда таскали каких-то левых баб Иногда мне что-то уволакивали Но смысл их похода был Чисто у меня Чтоб я им погадала за шоколадку Или просто так Что, конечно, напрягало Короче, в общем, я как бы не против Погадать так вот это Чисто вот пришел ко мне человек Ирка Пришла на картах кинуть, да? Что-то между делом Зато я сидела тут как-то от нечего делать Думаю, хочу шарфик Нитки нашла Я говорю, вот я говорю, хочу шарфик У меня есть нитки Да не на мне твои нитки Я сама куплю И в итоге мне связали шарфик Такой, какой хотели Я уже плюнула на то, что мне говорят Что сейчас это не модно Или вот так лучше Или вот так лучше Или какой она умеет Я говорю, свяжай, какой хочешь На твоё осмотрение Ну как-то вот так Вот я что-то делаю Мне что-то делают Не только, что я что-то делаю Меня только от дачи Идет в никуда Ну, есть, конечно, такой момент Что я могу общаться с вежливостью Когда мне человек пишет Мне неохота с ним общаться Но я понимаю, что он Ну, не вежливо, наверное, сказать Сразу с порога пошёл нахрен, да Я вежливо отвечаю Иногда можно это воспринять За супер Такую дружескую атмосферу И сесть мне на шею Либо посчитать, что мы такие супер друзья А иногда я просто как бы отвечаю Потому что это Может, это выглядит как вежливость Но на самом деле Это, в принципе, я не против пообщаться Может быть, как обычно, сумбурно Но я надеюсь, я ответила на вопрос Так что, в принципе, если И у человека Вот у тебя, зритель, внезапно Вот ты один совсем один над друзей Ну, если есть какие-то хорошие соседи Под площадки Может, там к ним прийти Зачем-то, если вы общаетесь между собой Просто поближе как-то общаться Почаще общаться Не навязываясь Ну, так вот Или в какой-то клуб сходить по интересам Есть на всякие разные возраста Вот у нас там есть какой-то клуб по пению Клуб по вязанию В этой В организации, которая теперь только на бумаге Было очень много всяких разных клубов по интересам Там встречались всякие люди Тоже можно так вот сходить туда И как бы с кем-то пообщаться Познакомиться И вдруг у вас общие интересы Дальше, чем просто вот здесь Вот там вместе связали какую-то хренатень Или там у каких-то ваших родственников Ну, бывают люди, у которых родственников вообще нет Можно зарегаться сейчас Благо есть интернет С любого утюга можно зайти Сейчас с этих смартфонов Можно даже вот на Вайбре Сглянула там что-то Не за две с половиной Или тысячи За две двести даже Какой-то смартфон купить Который в интернет будет выходить Через телефоновский интернет И можно зарегаться на каком-то сайте По интересам Можно еще что-то там Кого-то каментить Вместе общаться И вот какие-то друзья знакомые заходятся Мы с подругой Которой у меня старше На десять лет сидели как-то на каком-то сайте Флаб Писали отзывы И она как-то чаще туда Там тусила и писала И она меня туда привела И в общем А я больше сидела еще на каких-то там Литературных сайтах Тифоретники опять же Иногда в ЖЖ находила Еще куда-то так Где-то так И она как бы там нашла Каких-то друзей Они общаются Переписывались По ссылке друг другу Слали Я не знаю Виделись ли они в реале Но вот можно найти в принципе друзей Так что вот Всем желаю Как минимум подругу Если хотите со мной друг дружить То это Я просто Когда мне пишут Я бы так хотела с тобой подружиться Я не знаю Как на это реагировать Если честно Если хотели бы подружиться Ну подружитесь Ну напишите в речку Там что-то Может я не сразу отвечу Или отвечу как-то Вам покажется грубо Или как-то не очень дружелюбно И вам после этого Не захочется мне писать Плюньте на это У всех же бывают Какие-то странные ситуации В жизни Или не всегда хочется общаться Или вам ответили Извреживались Я просто человек Очень супер занят Или у меня Еще что У меня была одна подписчица Она очень навязчивая была И в общем Она могла писать 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 Я уже потом понимала Что она вот Ну ей хреново Она мне пишет 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 Ей пофиг Что там занята Или я отвечаю Или я не отвечаю И я сначала отвечала Потому что думаю Ну человек хочет пообщаться В ущерб себе Потом плюнула Отвечала уже через раз И человек Просто вот Не чувствовал атмосферу Что вот Когда она пишет Ей что-то хочется выговориться Но когда писала я Там уже была такая вот стена Очень навязчивость Я тоже не люблю Так что Ну мне кажется Это много кто не любит навязчивость Я не знаю Есть ли люди Которые любят навязчивость Наверное есть Люди разные Если хочется просто Со мной пообщаться Можно мне написать Там в Терегу Ссылка в инфобоксе В инстаграм Я правда редко там бываю Но иногда захожу Вконтакте Есть одноклассники И фейсбук Но я там Крайне редко бываю На мыло Я его в начале В видео озвучила В комментах На ютуб Чтоб потом Перейти еще куда-то И вот это Как бы Я отвечу Всем спасибо Кто осилил Кто пожрал С этим еще вместе Хоть был момент Что я тут сижу И не жил Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok